Русский сентиментализм 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 В самый Петров день ходил я туда в первый раз, не забывши взять и твои выписки, которыми ты меня судил и которые теперь лежат у меня в чемодане всякой целости. Представь себе, если бы ты читал прежде, одним словом, видеть то, о чем в книжках пишут, неприятно ли заняться ожиданием увидеть, похоже ли это место на то, как мне воображалось. Я нашел хижину, которая по всему должна быть та самая. Наконец нашел и пруд, стоящий среди поля и окруженный деревьями и валом, на котором я сев, продолжал читать. Но, о, у стенек твоя тетрадь чуть не вырвалась у меня из рук и не скатилась в самый пруд к великой чести Карамзина, что копия его во всем сходствует с оригиналом. Конечно, «Бедная Лиза» — это художественное произведение, но такое соединение точного топографического описания и художественного вымысла, конечно, имели свое действие. Поэтому, конечно, все стали искать это самое место и действительно практически его находили, потому что, как я уже сказала, описание очень подробное. И на этой гравюре, которая изображена на издании 1796 года, можно видеть не только сам пруд и деревья вокруг этого пруда, но и молодых людей, которые стоят около этих деревьев. Это не случайно, потому что, помимо того, что люди совершали такое паломничество определенное к этому месту, они еще оставляли свои послания. И здесь, как раз в этой книге, можно видеть некоторые из этих посланий. К примеру, «В струях всех бедная скончала Лиза дни, коль ты чувствителен, прохожий, воздохни», или «Послание Карамзину», «Любезному Карамзину в изгибах сердца сокровенных я соплету тебе венец, нежнейшее чувство души тобой плененных». В общем-то, можно сказать, что это такое начало того, что мы сейчас тоже делаем, оставляя в определенных местах послания. Когда пишут «Маша плюс Саша равно любовь», это отсылка именно к этому периоду, именно к эпохе сентиментализма. Именно тогда впервые начинают оставлять вот такие послания рядом с этим местом убиенной Лизы. Наверное, нужно сказать о том, что такое точное описание, описание нахождения места и местодействия повести, оно не было обязательно для повествования, но оно было важно, наверное, для самого Карамзина, как для историка. Ну и, конечно, это все-таки давало такой момент погружения читателя в эту повесть и делало его сопричастным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!